Всем привет, меня зовут Илья, и в этом видеоуроке мы с вами, дорогие друзья, разберемся, как играть эффектные слэповые заполнения при игре слэповых рифов или при игре слэповых соло, или, например, вопросы скучного, хотите разнообразить в свою игру, добавить несколько технических приемов, расширить свой словарный запас, добавить, так сказать, перчинки-остринки в вашу игру, то это видео будет вам полезно. Мы сегодня поговорим о триоле в слэпе, о триольных заполнениях, это вещь довольно мастхэвная, часто используемая, популярная, так сказать, среди басистов-слэперов, и трудно себе представить какого-то современного басиста, который не использует такие приемы. Итак, сегодня мы разберем три варианта слэповых заполнений, и первый вариант будет основан на открытых струнах и слайде, как это будет звучать. Второй вариант будет основан на октавах, как это будет звучать. И третий вариант будет основан на глушении левой руки. Вот таким вот образом. Посмотрим, как это будет работать в реальной практике. В данном примере у нас есть слэповый риф, который обыгрывает аккорд АМ и длится два такта. Типичное фанковое движение. Для того, чтобы лучше понять тему, мы разделим этот риф условно на две части. Первая часть – это основа, которая не меняется. И вторая часть – это заполнение. Основа у нас длится полтора такта, а последние две доли во втором такте, третий, четвертый второго такта мы оставляем для заполнения. То есть такая плавающая, гибкая часть, в которой мы можем делать что хотим. Но основу мы не меняем. Первые полторы такта. Значит, первые полторы такта мы сыграем вот этот вот слэповый риф, который является скелетом, который не меняется и задает пульсацию, задает движение этому рифу. Вот мы сыграли эту основную часть рифа. И далее давайте добавим в медленном темпе наше заполнение с использованием триоли. Здесь у нас 16-й триоли, то есть на долю у нас приходится 6 нот. Раз, два, три, раз, два, три. Давайте посмотрим, как будет звучать первый пример в медленном темпе. А там уже попробуем сыграть это пошагово и разобраться более досконально. Здесь мы не обойдемся, конечно же, без метронома. Возьмем его в руки. Небольшой темп, 77. Нам этого будет достаточно, чтобы разобрать это все. Рекомендую все технические приемы, все фразы, особенно новые для вас, играть в медленном темпе сначала. Потому что так вы будете более качественно и ритмично все это проигрывать и усваивать, нежели в быстром темпе. И также рекомендую не сразу играть, а после того, как вы включили метроном, хотя бы секунд пять настроить свой мозг, привыкнуть к этому пульсу, настроиться и после этого играть. То есть сразу не рекомендую, хотя бы пять секунд достаточно будет. Включаем. Сосредоточились. Глубоко вдохнули, набрали кислорода в легкие. Слушаем метроном. Это очень важно. Это без этого никак. Засучили рукава, взяли инструмент и играем. Вот так это звучит. Что мы здесь играем? В первую очередь ставим указательный палец, пятый лад, первая струна. Зафиксировали его. И далее у нас идет удар большим пальцем. То есть играем слэп и играем хаммер. На седьмой лад второй струны. И после этого делаем подцеп нашим указательным пальцем. Первая струна, пятый лад. У нас здесь задействован указательный, соответственно, и безымянный палец. И далее мы просто меняем позицию и играем другую фразу. Переставляем указательный палец на четвертый лад. И также делаем хаммер, но теперь на пятый лад и играем средним пальцем. Вот таким вот образом здесь у нас получается большая терция. Здесь очень важно, чтобы именно вот эти верхние ноты были в аккорде, были в нашей тональности. Даже не так важно открытая, потому что если мы играем в быстром темпе, она практически теряется. Либо мы ее можем сделать такой хост нотой, и она особо тут не важна, даже она может быть не аккордовой нотой. Поэтому это не важно. Но верхняя нота желательно, даже не желательно, а обязательно, чтобы они были в нашем аккорде. У нас здесь ля. Соответственно, эти ноты принадлежат этому аккорду, они есть в тональности. И они будут звучать. Далее сыграли первые две фразы. Потом играем еще раз хаммер, вторая струна, пятый лад. И делаем слайд. Вот таким вот образом слайд на десятый лад, вторая струна. И также играем здесь теперь, в большую терцию. Вот так. Вот таким вот образом. Это первая фраза. Вторая фраза начинается так же, только мы делаем подъезд, теперь слайд не на десятый лад, вторая струна, а на седьмой лад. То есть, немножко меняем в конце наше вот это вот заполнение, делая его разнообразным. Потому что если постоянно вы будете поливать одно и то же заполнение, соответственно, будет скучно. Естественно, здесь мы меняем. Вы также можете творчески подойти к этому и сделать любые тут какие-то свои ходы. Давайте посмотрим вторая часть. Вторая часть. Вот таким вот образом. Здесь тоже слайд, но теперь так же третьим пальцем, только в седьмой лад, вторая струна. Вот таким вот образом. Это был первый вариант. Во втором примере мы используем октавы, но еще и добавляем несколько мертвых нот. Тем самым у нас уже девять триоли, а не шесть, как в первом примере. Давайте под метроном посмотрим, как это в медленном темпе сыграть. Естественно, включаем тот же темп, 77. Опять же, подышали глубоко, настроились на 77 темп, послушали и поехали. Вот таким вот образом. Давайте смотреть, что мы здесь играем. Начинаю это все дело с хаммера, опять же. Играем хаммер. Первая фраза. Хаммер, указательный третий лад, третья струна. И октава. И две мертвые ноты. Вот таким вот образом. И дальше мы делаем движение на пятый лад третьей струны. Вот такое вот заполнение. Тоже часто используется. Можно его продолжить дальше. И так далее. То есть, как это сказать, можно пустить пыль в глаза, довольно эффектный прием, звучит прикольно, можно удивить людей, но при этом ничего сложного нет. Технически может сыграть даже неопытный новичок вполне себе. То есть, ничего сложного здесь нет. Второй прием. В третьей фразе мы используем в нашей триоле глушение пальцами левой руки. Как же это сыграть? Давайте посмотрим. Значит, указательный палец ставим на пятый лад. Да, пятый лад, вторая струна. Делаем подцеп. Вот такой. Далее закрываем наши струны нашей левой рукой. Вот так вот. Закрыли, положили руку. И делаем еще удар правой руки по четвертой струне. Вот таким вот образом. То есть, подцепили, закрыли, еще удар. Это у нас триоль. И далее то же самое, только с четвертого лада. То есть, перемещаем указательный палец. И в конце играем пятая струна, вторая, пятая струна, первая. Как бы квартал. Все подцепами. Вот такая вот фраза. Вот такое вот заполнение тоже звучит необычно. И интересно довольно-таки. Отличается от предыдущих двух точно по динамике и по звучанию. Вот, собственно, и все три слэповых заполнения. Слэповые заливочки, которые я сегодня вам хотел показать. На основе триоли, естественно. Очень популярные, очень мастхевные и часто используемые. Если вы, например, каким-то причинам не знали о них, то это суперповод начать изучать. Тем более, если вы, например, занимаетесь слэпом или хотите прокачаться слэпом в слэпе, то рекомендую, рекомендую, даже каждый день можно использовать вот эти вот примеры, которые я сегодня показал. Каждый день в виде упражнений. Это будет прям прокачивать очень круто вашу технику, ваш слэп. Будет очень полезно. С каждым днем будет все круче и круче. Также, повторюсь, рекомендую заниматься подметроном в медленном темпе. Еще раз повторю, потому что в медленном темпе вы будете играть более ритмично, более правильно и качественно разбирать материал. И, соответственно, далее в быстром темпе, увеличивая постепенно темп, соответственно, вы будете и в быстром играть качественно. Поэтому в медленном темпе метроном заниматься вот этими вот примерами. Как отдельное упражнение или даже можно самим придумывать какие-то рифы и пытаться, как еще раз повторю, в последние две доли воткнуть вот какие-то подобные триольные заполнения в свой слэп, в свои соло или рифы. Будет очень круто и эффектно звучать. Фу, вот и все, собственно. На этом сегодня все, дорогие друзья. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии, пишите какие-то идеи для видео. Буду смотреть, потому что иногда не знаешь, про что ее снимать. А некие какие-то комментарии случайно бывают, что в голове образуются на основе этих комментариев какие-то идеи интересные. В общем, пишите, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на ВК, заходите обязательно на мой буст, и там выходит уникальный контент, который нет на Ютубе. Обязательно заходите и подписывайтесь. Все. На сегодня это все, дорогие друзья. Всем любовь и доброта. Всем пока.